Утро красит нежным светом, стены дремлевого Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля. Именно с этой песни начинается каждое утро Клавдии Васильевны. Сегодня она исполняет её в компании двух своих дочерей, но чаще поёт вместе с Алисой, голосовым помощником. Взаимодействовать с умной колонкой, сенсорным телефоном и соцсетями для Клавдии Васильевны не составляет особого труда. В свои 88 она бодра, энергична и прекрасно запоминает новую информацию. Не говоря уже о том, что буквально в мельчайших деталях помнит всё, что было раньше. Хотя признаётся, некоторые события было бы лучше забыть. Всякий раз, когда она достаёт их из памяти, чувствует ту же самую боль. Как будто она снова в осаждённом Ленинграде. Папу забрали на фронт, маму смертельно ранило осколком. И она, шестилетняя девчонка, смотрит, не отрываясь, в глаза своей умирающей бабушки, уже понимая, что это их последняя встреча. Она уже тоже от голода стала опухать. И уже стала лежать, даже не вставала. И меня, в общем, наверное, она соседку попросила, чтобы она меня увезла, сдала в детдом. Я вот помню, что меня посадили на санки. Тогда было февраль, и было очень холодно. Они меня одели тепло, ещё в одеяло завернули, и она меня посадила в санки. И ещё дала в руки хлебушек. Вот на карточку видно. Наверное, бабушка свой последний хлебушек отдала мне в руки. Она лежала, видно, соседке отдала, сказала, дай хоть ей хлебушку в дорогу. То, что мне удалось спастись, говорит Клавдия Васильевна, это не иначе, как чудо. Ведь многие так и остались навсегда в блокадном Ленинграде. Многие погибли в пути. А её вместе с другими детьми посадили в товарный поезд и всё-таки довезли до детского дома под Ярославлем. Несмотря на то, что там тоже была страшная нищета и голод, это было спасением. И воспитатели, и местные жители с большим сочувствием отнеслись к сиротам. Я благодарна, что нас не кинули, что нас всё равно подобрали, что нас вырастили. Но, конечно, со временем у нас всё равно мы стали взрослеть, нас стали гонять на работу. Мы весной поля пололи, вот эту вот суревку пололи, эти васильки пололи. Нас уж кормить вроде получше стали, вот. Но всё равно не хватало, конечно, не хватало. Я до сих пор помню, школьный обед нам давали, подкармливали. Вот картошка, капуста и вода. Всё. Вот эта похлёбка, она у меня до сих пор, её вкус и вот запах такой вкусный нам казалось. И хлеб. Главное дело, вот такие кусочки нарежут хлеба. Да так они красиво это выложат на тарелочку горочкой, чтобы всем по кусочку хлеба дать. И вот этой похлёбочке. Да мы так рады были. Это вообще. О том, как настал День Победы, Клавдия Васильевна готова рассказывать долго и во всех подробностях. Эти воспоминания каждый раз бередят ей душу, вызывая и слёзы, и улыбку. Настал этот день. Три часа ночи мы спим. И вдруг приходит наша директриса. Директриса пришла и будет нас. Деточки, милые, вставайте. Вставайте. Победа. Победа пришла. Вставайте, дети. Вставайте. Ой, что было? Мы тут на кроватях прыгали. Подушки кидали вверх. С лестницы на перилах на попе съезжали. Мы радовались всему этому. Ура! Кричали. Это было надо видеть. Честное слово. Сегодня День Победы по-прежнему остаётся самым важным праздником, говорит Клавдия Васильевна. Она знает, что в этом году, 9 мая, её снова придут поздравлять земляки. И она вновь обнимет их как родных и споёт свою любимую песню. Екатерина Елизарова, Леонид Мальковский. Телевидение Нижневартовского района. Излучинск. Специально для ЮГРА-24.